Радикализм Сегодня я узнала, что Радикализм имеет несколько своих этапов, то есть мирный, правый, левый. Все это мы здесь проходим. Мне очень приятно даже с нашими ребятами обсуждать эту тему. Мы здесь спорим. Спор довольно-таки интересный. Не то, что на улице. Он очень грамотно проходит. И где мы ошибаемся, на месте нас поправляют. Я думаю, что в дальнейшем, пока я иду всего лишь две недели, я получу еще больше знаний. Придя сюда, я, во-первых, хотел более ясно выражать свои мысли. И для моего мировоззрения мне это на пользу. Придя сюда, у меня были такие ожидания. А сейчас же... И насчет радикализма я знал немного. Можно сказать, вообще ничего не знал. Сейчас знаю достаточно. Знаю то, что радикализм это, во-первых, не терроризм. Это только, скажем так, фундамент всего этого. В будущем, например, не в своей профессии, а для воспитания своих детей. Чтобы наставить их на путь истинный. Чтобы показать им правильную дорогу. Чтобы различали плохое от хорошего. Чтобы знали, к чему что ведет. Цель моя визита в данных курсах заключалась в том, чтобы я могла обширно понять, что такое журналистика и кто в основном журналист. По итогам завершения данных курсов, я все-таки освоила, что это такое. Поняла варианты, поняла навыки все. Приняла их. И, конечно же, говорила, что такое радикализм. В каких формах он может обособляться. И что несет он с собой. Каким он бывает. Думаю, что мне в дальнейшем пригодятся все эти знания. В моей будущей профессии, какого бы она ни была. Я слышал по телевидению слова «радикальные исламисты», «радикальные меры». Но посторонним об этом не имел. Я достаточно благодарен этому проекту, что я был проинформирован в этой области. Я понял, что радикалисты – это люди, которые привержены к какой-либо идеологии. И не имеют никакие компромиссы. То есть журналисты – они люди, которые передают радикалов. И умеют вовремя осведомить людей. Как я и сказал, я журналистов до этого недолюбливал. На данный момент я понял, кто такие на самом деле журналисты. И основная задача заключается передать информацию в правильном и грамотном виде народу, то есть в публике. Я хотела бы в будущем стать журналисткой. Мне очень понравилось. Я думаю, в будущем я буду изучать больше и пойду на журналистику. Редактор субтитров А.Семкин